Полтора года назад аул Новая Тиберда стал первым населённым пунктом Карачава-Черкесии, куда пришёл газ по новой республиканской программе газификации. После того, как голубое топливо завели в дом Носеват Балатовой, она перестала ломать голову, где найти дрова или заправить газовый баллон. Топить надо было всё время, круглые сутки. Через каждые два часа мои сыновья заходили сюда, топили, опять ложили спать ночью, я имею в виду. Одним все подбрасывали. Гораздо дешевле нам обошёлся вот этот газ. А вот Мадина Артабаева совсем недавно ощутила на себе все прелести газовой плиты и газового отопления. До этого момента её семья каждую неделю закупала уазик дров. Зимой в месяц на отопление дома уходило 12 тысяч рублей, что существенно ударяло по семейному бюджету, но сейчас всё изменилось. А за газ Мадина платит почти вдвое меньше. Печками всё равно не отапливается, так же, как и газом. У нас все комнаты греются, всё вроде бы. Дети есть, старая бабушка с дедушкой есть. Лично для меня, чтобы им было тепло. Сейчас в новой Тиберде газом пользуются 13 домовладений, ещё 6 заявок на рассмотрение. А всего с начала реализации программы жители республики подали порядка трёх тысяч заявок. Из них почти 100% домовладений уже смогли получить голубое топливо. На сегодняшний день можно говорить о том, что на 99% мы завершили те планы, которые были на 2022 год по газификации, по догазификации домовладений. А в некоторых территориях получается работать с опережением графика. Например, в Джигутинском районе, в Хабецком районе уже исполняются заявки 23-го года. Отметим, что на 2023 год запланирована газификация ещё 3 тысяч 500 домовладений. В регионе действует программа компенсации затрат на приобретение газового оборудования. Кроме того, республиканский бюджет будет субсидировать строительство газопровода внутри земельного участка всех без исключения заявителей.